Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Новости епархии. Якутская епархия приняла участие в торжествах по случаю 380-летия города Вилюйска. Храмы Якутии. Церковь поселка Кызылсыр. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает и романах Семен. Неделя 13 по Пятидесятнице. О винограднике. У одного из древних пророков Господь говорит о том, что он устроил виноградник. Обнес его оградами, сделал все, что необходимо для того, чтобы он принес плоды. И говорит также Господь. Я ожидал, что он принесет ягоды, а он принес тернии, колючки. И потом Господь пояснил. Виноградник, который я посадил, это дом Израэлев. Дом Израэлев, которому дал Господь великую милость быть избранным народом. Но он постоянно отпадал от этого высокого своего назначения. У каждого человека есть виноградник, порученный ему Богом. Это его жизнь, в которой он проходит свой путь. Все это дело нежизненное, которое Господь поручил каждому человеку. Оно и должно осуществляться так, чтобы Господь видел добрые плоды от этого прохождения человеком его жизненного пути. Город Вилюйск Город Вилюйск – один из самых старейших городов Якутии. Основан в 1634 году казаками-первопроходцами. Именно с этого времени и началась православная летопись Западной Якутии. До 1995 года город был кафедральным. В прошлом Вилюйске было три храма. Во время советской власти все они были уничтожены. Но дух православия, закрепленный в веках, возродился вновь со строительством нового Никольского храма. Вилюйск являлся и является мощным духовным центром распространения православной культуры. Я очень надеюсь, что православные традиции, которые очень чтили наши деды и прадеды, жившие здесь, будут возрождаться и укрепляться. С праздником вас, дорогие мои, с 380-летием нашего замечательного города. Праздничные мероприятия начались с открытия памяти как казакам. Затем в театрализованном представлении была показана история города. Особое место отведено духовенству, благодаря которому в Якутию пришла не только вера православная, но и просвещение. Лидия Абрамовна Шапран работает заведующей детским садом в поселке Кызыл-Сур уже более 30 лет. А по воскресеньям спешит в храм на занятия воскресной школы. Вот уже два года она ведет там занятия. Дел много, ведь в этом году приходу исполняется 20 лет. Мы с ребятами уже два года работаем, занимаемся, учимся, какое-то творчество проводим, рисуем, лепим, картины делаем, поделки всевозможные делаем. Ребята ходят с огромным удовольствием. Приход Покровского храма может гордиться своей воскресной школой. Ребята сюда приходят с удовольствием, ведь занятия здесь очень отличаются от обычной общеобразовательной школы. Сначала меня заинтересовал сам храм, я ходила в храм, а потом нас отправляли в лагерь на 4 дня за город Филюйск. Мы ездили, нам там было очень интересно, у нас на каждый день было составлено расписание, мы жили в палатках, меня там покрестили на реке. Мы там ходили купаться, играли в разные игры, у нас были соревнования, девочки туда тоже ездили. Да, мы молитвы читали, у нас литургия на природе была. Сегодня здесь ждут посещения правящего архиерея, епископа якутского Еленского романа. Сладкий праздник наступил, нас владыка посетил. С хлебом мы его встречаем и добра ему желаем. И романах Роман Сокольников настоятель сразу двух храмов. Ведь в городе Вилюйске и поселке Козылсыр. Хлопот много, ведь город Вилюйск отмечает 380-летие основания, а поселок Козылсыр – 20-летие. Сегодня замечательный день, приезд нашего архипастора, владыки. Но он не случайный приезд, да? В этом году Покровская церковь и община Покровской церкви поселка Козылсыр отмечает 20-летие своего образования. И поэтому владыка нашел возможность приехать к нам в рамках юбилейных торжеств в связи с 380-летием Вилюйска, поскольку он находился в нашем благочине. И приехать сюда, в этот святой храм, для совершения божественной литургии, для того, чтобы пообщаться с прихожанами, поздравить нас с такой значимой датой в жизни. Община здесь одна из самых старых в нашей епархии. Да, еще владыка Герман приезжал в эти места, и именно он нашел и создал эту первую православную общину. С этого времени она здесь живет. Сначала это было приспособленное здание, потом чаяниями владыки Германа, а затем и блаженно почившего владыки Зосимы. Этот храм был создан, владыка Зосима его осветила. Вот с этого момента это духовное сердце нашего поселка, которое притягивает к себе и молодежь, и людей среднего возраста, и старшего возраста. Это мне очень отрадно и приятно. Епископ Якутский Ленский Роман ослужил к отжирственной литургией, причастив верующих. Староста прихода Анна Федоровна Димитрова стояла у истоков создания православной общины. Там молельный дом, мы ходили туда. Приезжали священники, приезжал владыка Герман, приезжали с Москвы священники. Служили, крестили детям и людей. Потом построился этот храм с Божьей помощью. Сослава Богу, нормально. Поселок Козырсыл небольшой. Практически все население занято с газодобычей. Градообразующие предприятия «Газпром», а сегодня и ТЭК, 20 лет назад поддержала православную общину и выделила средства на строительство храма. Сегодня и ТЭК на 20-летие решил сделать подарок и профинансировал ремонт храма. Сейчас, значит, в этом году комиссией будет определён подрядчик, который будет заниматься капитальным ремонтом нашего храма. Это и кровля, утепление стен, замена окон, от системы отопления, ну, в общем, полностью. И самое главное, что квартира, принадлежащая епархии, где должен проживать батюшка, тоже будет полностью ремонтироваться. От пола до потолка, можно так сказать. И мы надеемся, что после этого у нас будет здесь батюшка, наш, постоянный. Храм в посёлке имеет большое значение для населения. Сюда спешат и дети, и люди старшего поколения. Это духовное воспитание, духовный рост. Для меня это очень важно, когда есть храм, когда можно прийти исповедоваться, когда излить душу, как говорится. Казал-Сырдцы очень благодарны, что у нас есть храм, потому что храм – это для души. Если всё остальное у нас для жизни, для пищи, для этого, то храм – это для души. А это самое главное, я считаю, для человека. Якутская епархия возродилась в 90-е. Сегодня уже есть первые плоды, возросшие на благодатной почве. Епархии активно развиваются, возводятся храмы, работают воскресные школы. Благодаря усилиям духовенства православие укрепляется в республике, возвращая свою роль, духовные опоры, утраченные в советское время. В нашу редакцию поступают многочисленные вопросы от телезрителей. Так ли важно носить крест в повседневной жизни православному укрещенному человеку? На этот вопрос нам ответит Яромонах Симеон. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Снова с вами рубрика «Идём в храм». Сегодня мы поговорим с вами о животворящем кресте Господнем и нужно ли православному христианину постоянно носить его на груди. Животворящий крест Господень является символом нашего спасения, является символом воскресения. И мы, как верные рабы Христовы, а в древности рабы всегда носили табличку со своим хозяином, с именем своего хозяина, носим на груди знак нашего истинного Господина. Мы не подвластны никаким рабским законам этого мира и нашим единственным Господом, Господином по-русски. Является Господь Иисус Христос. И крест, как знак этого особого взаимоотношения человека и Бога, мы носим у себя на груди. Ко всему относись духовно, с верой и доверием к Богу. Думай о том, что ты в руках Божьих, и если что-то происходит не так, как ты хочешь и желаешь, принимай это с благодарностью. Старец Паисий Святогорец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...